МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! Вы знаете, все понедельники, они прекрасны. Все понедельники – это символ начала. Но сегодняшний понедельник, как вы понимаете, в общем-то, не самый худший, а один из самых интересных, самых лучших. Ну, прежде всего, прежде всего, конечно, приятно, что на одного злого человека стало на земле меньше. И убийство, уничтожение Бен Ладена, которое вчера вечером мы не получили, не успели в вечерних новостях рассказать, но буквально через час это произошло. Поэтому вся неделя, она и будет вот таким чувством заражена, наполнена, скорее скажем, наполнена вот таким чувством победы, чувством, ощущением достигнутого. Вы понимаете, что вот у меня галстук, он праздничный. Я его надел по двум причинам. Первая – это убийство Бен Ладена и наша победа. И есть еще одно интересное событие, которое уже происходит у нашей студии. У нас в студии сегодня чемпион. Чемпион по боксу, но человек тоже, который смог достичь, смог победить, смог победить себя самого и соперников. И вместе с ним его тренер. Короче, у нас сегодня победители. И поэтому мы с удовольствием начинаем эту неделю и этот понедельник. У нас в гостях Михаил Козловский, тренер чемпионов. Я могу сказать тренер чемпионов? Можно, да? Мы потом объясним, почему. Есть аргументы, да? Да, Егор Плевака, чемпион золотых перчаток 2011 года. Насколько я понимаю, Егор – это как бы третий русскоязычный человек, который выиграл золотые перчатки. За 84-летнюю историю золотых перчаток. С ума сойти. Три человека, русскоязычных. Форман, Солита и Плевака. В 2001 году Юрий Форман и Дмитрий Солита. Это первые открыли, как говорится, этот путь. И 10 лет спустя Егор Плевака. Сегодня у нас Егор Плевака, чемпион золотых перчаток 2011 года. Егор, сколько тебе лет? 20. Когда ты будешь, я не знаю, самым-самым-самым коронованным на земле? Самым-самым. Надеюсь, в скором времени. Сколько ты себе даешь? У тебя есть сроки? У меня лет 5, я думаю, есть. 5 лет? Минимум. Тренер, что скажет тренер? Минимум 5 лет у нас есть, да. Михаил Козловский. Миша, вы были, или ты, мы уже так-то, да, на ты. Ты уже был раз, не первый раз, да. И мы хорошо с тобой знакомы. И поэтому в то же время наши зрители появляются новые, кое-что забывается, жизнь идет. Поэтому я немножечко, немножечко хотел бы о тебе рассказать. Для меня ты человек уникальный. Уникальный почему? Потому что ты добился в Америке того, что практически я не знаю ни одного тренера по боксу, который бы достиг того, что достиг ты. Что ты себе вот, вот себе ставишь в заслугу? Твое достижение в Америке? Ну, мое достижение в Америке, ну, во-первых, ну, это мне тоже повезло, что я приехал сюда с большим багажом, это с советской школой бокса. И в заслугу я ставлю то, что мне повезло стать первым тренером из постсоветского пространства, который воспитал чемпиона золотых перчаток, это был Юрий Форман еще 10 лет назад, первый тренер, который воспитал чемпиона Америки по юношам, по молодежи, Джилл, чемпионка Америки многократная по взрослым. И то есть пока у меня есть только один титул, который я еще не сделал здесь как тренер, у меня нету чемпиона Америки. Вот National Champion по взрослым, но это уже все зависит от учеников. Да, мы еще об этом поговорим. Поэтому я хотел бы, чтобы хотя бы в нескольких, как бы, таких штрихах чуть-чуть рассказать вначале о тебе. Напомнить, напомнить нашим телезрителям. Вот у нас есть такая первая фотография, мы будем показывать фотографии, и на фоне фотографии у нас получится интересный рассказ. Скажи, пожалуйста, эта фотография, это твоя спортивная школа, да? Да, это я начал. Сколько лет было тебе? Это 85-й год, но я не знаю, сколько мне лет было. 85-й год, мне было 23, 25-й год, 26 лет. 26 лет. 26 лет, да. Ты тогда был тренером или кем ты был? Ну, я 61-го года, я вру. 85-й год, я 61-го года, извини, за математику, 24-й год. 24 года. Вот я начал свою тренерскую карьеру. Это вот ты сидишь по-другому, и это вот все ребятишки вокруг тебя. Это мои мальчики, да, ну, которому уже сейчас 35 лет. Понятно. Эти мальчики, да. Это, ну, тут немножко глубже, но для меня тренерская работа. Тренер, это, как тебе сказать, это действительно как второй папа, где-то как вторая мама. Да. То есть это больше, чем учитель. Учитель, особенно, как у нас, вот как я вижу здесь в Америке, или как я был, я работал учительным в Израиле. Да, вот следующий снимок, сейчас мы посмотрим. К сожалению, учителя больше отрабатывают здесь, чем наши, когда... Вот это Израиль, видишь, сзади мы видим буквы на иврита. Да, на иврите. И это... Здесь ты опять тренер. Но здесь интересно, ты же все-таки в школе работал, да? Да, потому что бокс в Израиле не очень... То есть я как тренер сборной Израиля, у меня зарплата была, ну, то есть на нее не прожить. Поэтому я работал учителем в школе. И еще я в Шмире работал, то есть еще охранником, то есть я спал иногда по 4 часа в сутки. Да, и это не помешало мне сделать, ну, стать вот в этом году, в 97-ом я стал лучшим тренером Израиля. У меня три мальчика были молодежные. Молодежный чемпионат. Ты приехал в Израиль с семьей, с женой. Да, у нас было две дочки и жена. Да, мне опять, как говорится, повезло. Жена была еврейка, и я оказался в Израиле. А скажи, пожалуйста, ты ведь говоришь на еврите. Это мой второй язык до сих пор. Я там прожил... Это ты когда хочешь чего-то скрыть, ты тогда... Да, ну, смотря с кем. Но самое интересное, когда у меня же внешность такая нееврейская, да, и приходит, когда ко мне, ну, там, где я работаю датишной, потому что я как религиозный еврей, я начинаю с ними говорить на ибру. Они на меня смотрят, я не могу понять, откуда, что это. Или еврей, или антисевит. Да, да. Скажи, пожалуйста, а вообще вот в Израиле мальчишки, ребята, они... Это же русские, из России очень многие, да? Да, да, да. Или израильские тоже. Ну, у меня были израильские, но большинство было из постсоветского пространства, вот один из них тот же Юрий Форман, но были израилиты, но больше арабы. Арамы, да, к сожалению, да, какой-то он получается, его так и окрестили, но это само правительство Израиль так сделало, потому что они так и называли, при мне это арабский вид спорта. И это меня тоже шокировало, милитаризованная такая держава, где вот такой вид, как бокс, вид спорта, должен быть, как бы, номером один. Ну, это тебе, как тренеру, как человеку. Ну, не как тренера, как человеку, который, кстати, из бывшей тоже милитаризованной страны, Советский союз, под названием тоже у нас, то есть, единоборство, это было воспитывали мужчин, я считаю, это нормально. Да, но ты же воспитал, ты же воспитал, вот у нас следующая есть фотография, ты воспитал, в общем-то, мужчину в Израиле, да? Да, ну, у меня ни одного, ни одного, да, у меня там в Европе, там несколько чемпионов. Юрий, да, его зовут Юрий Форман, да, вот у нас фотография. Ну, может, мужчину я не воспитал? На фоне. Это я его привез, да, это я его привез из Израиля. Скажи, пожалуйста, самое большое его достижение? Вот это бронзовая медаль с золотых печаток всей Америки. National Golden Glass. Вот у него бронзовая медаль. Пока еще ни один русскоязычный мальчик выше не поднялся. То есть он два раза выиграл бронзовую медаль. И вот на следующей есть еще одна фотография, где Форман побеждает. Но, к сожалению, я смотрел это по телевизору. Ты смотрел это по телевизору? Почему ты смотрел это по телевизору, а не стоишь рядом с ним? Ну, потому что наступил момент, когда он стал профессионалом. Это было уже несколько лет назад. Он подошел ко мне и говорит, Михаил Алексеевич, промоутер сказал, что меня не будут показывать по телевизору, если вы будете в моем углу. У вас нету имени. То есть у меня нету имени. Я говорю, Юр, а кто тебя поднял на эту вершину? И он пропал. И потом уже... То есть он ушел и перестал. Да. Но я даже, мне кажется, в Нью-Йорк Таймс или где-то я читал интервью, в котором его спросили насчет Михаила Козловского. Самое интересное, да, его спросили. Что-то у меня в памяти есть. Да-да-да. Но самое интересное, потом со мной встретились агенты ФБ. ФБА ко мне пришли и от Юры передали привет, что если я к нему подойду, он обекрестил меня русской мафией, что там я прислал к нему людей с пистолетами, и они сказали, я сниму приближусь еще хоть на, там, на ярд, я не помню точно, то меня send back to my fair Russian. То меня отправят туда обратно. А ты что, ходил за ним... С пистолетами, ну, вот так, поднес меня, да. И что самое интересное, самое интересное, да, вот как раз насчет Нью-Йорк Таймс. Когда он стал чемпионом мира, я подошел к нему, и говорю, Юра, я поздравляю тебя, чемпион мира. И говорю, как ты мог Нью-Йорк Таймс такое интервью дать про меня? Он там написал, когда журналист его спросил, вот, Майкл пожертвовал семьей для тебя, ушел из семьи, чтобы, потому что жена не хотела тебя там видеть, его бывшая жена, то есть моя жена. И я говорю, что, как ты мог там написать? Он написал, что, что это за человек, если он ради ученика ушел из семьи? Я говорю, как ты мог такое сказать? Он такой, ну, Михаил Иванович, это было так давно, я говорю, ну, это было вчера. Скажи, пожалуйста, что значит, он у тебя жил, когда приехал в Америку? Из Израиля, да. Сколько лет, сколько лет ты воспитывал этого молодого человека? Ну, получается, минимум 8 лет. Он мне почти 14 лет он был, он начал, то есть, с 15 лет, да, и до 20, почти 3 лет. 8 лет? 8 лет он был рядом с тобой? Он всегда был. И когда... Мы его маму хоронили вместе, все было со мной. Все было со мной. Он был мне красивый. Но скажи, объясни мне все-таки, почему вот на таком этапе вдруг ученик, человек, которого, ты его сделал чемпионом, ты столько вложил, и он, и он жил у тебя, действительно, и ты, ты как бы делился с тем последним. Ну, действительно, Ижнат сказал, а Леновна ли семья, у нас был такой момент, мне пришлось его взять, потому что в Израиле он был немножко там на хулигане, он был, должны были его судить, поэтому если я отправил в Израиль, то он минимум будет 2-3 лет сел бы в семье. Ну, и чем ты объясняешь? Почему? Я это объясняю просто тем, что... Он не хотел, чтобы тренер был русский, Старая философия, это просто старая философия. Сейчас всплывает мне, что он там не платит своим тренерам этим черным, достаточно, они жалуются на него. То есть всплывает то, что старая философия, сколько уже, тысячи и тысячи лет, чтобы дать человеку, чтобы проверить человека, что ему надо дать в руки, власть или деньги. А что ему дали? Ну, получается, деньги начали, деньги пошли. Ну, он почувствовал, что если будет тренер американской, он достигнет чего-то большего? Ну, ну, он начал уже зарабатывать деньги. То есть у него уже пошли тысячи. Не, но если он отказывается от Михаила Козловского, оберет... Так с Михаилом заложеном надо делиться, потому что мы-то с ним кушали вместе, мы-то с ним кушали вот это все, потому что нужно было Козловскому дать, может быть, 20% для начала, а не 5% как другому тренеру. Скажи, пожалуйста, ведь тебе же даже сегодня, когда ты, в общем-то, тренер, подготовивший чемпионом, тебе приходится работать где-то, чтобы... Ну, до сих пор я работаю. Вот я надеюсь, последнее и последнее лето. Вот это лето и все, я надеюсь. Хорошо, с тренером немножечко, чуть-чуть ясно, а вот с Егором пока еще нет. Егор Привака, чемпион золотых перчаток 2011 года. Скажи, пожалуйста, как давно ты в Америке? Ну, я был летом здесь, то есть, и вот сейчас я приехал уже третий месяц идет, получается. Я в декабре приехал. С какого возраста ты вообще занимаешься боксом? Боксом? Честно говоря, я уже не помню точно, по-моему, с 10 лет как-то, ну, так вроде пошло. А как ты до этого дошел? Как дошел, да, пешком. Отец привел, и ничего, никакой истории такой. Почему вдруг? Почему вдруг за себя постоял там? Ну, знаешь, как всегда, есть такие святочные истории, что вот меня обижали, вот я хотел кому-то там обидчику наказать. Да-да-да, есть такие. И у тебя тоже такая история? Нет, у меня такой нет. Меня никто не обижал, меня никто не утровал, жил-не тужил себе, и вдруг мне отец решил, что я разъедяй, живу на домашних харчах, пусть меня побьют, наверное, немножко. Понятно. И тебя открыли бокс. Скажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься? Сейчас как... Студент вообще? Да, я студент сейчас Харьковского национального университета, то есть... Какой факультет? Бокса? Исторический. А, исторический. Исторический факультет. То есть вот ты как бы сочетание интеллекта, а ты не боишься за голову свою, что там истории что-нибудь забудешь, когда... Да-да-да, не боюсь. Все нормально. А сейчас ты взял академический отпуск? Да. Для чего? Чтобы приехать к Михаилу Козловскому и стать чемпионом мира? Ну, попробовать, по крайней мере. А почему появился в твоей жизни Михаил Козловский? Ты в Харькове, он в Нью-Йорке. Как все происходит в этой жизни? Ну, как-то, знаете, видимо, в жизни все происходит очень, наверное, случайно. По воле Божьей, я не знаю. Я человек верующий, поэтому я могу, наверное, говорить по воле Божьей, но как-то вот так оно действительно все случайно вышло. Я сюда приехал по... Ну, у меня такой период сложился, что, ну, был как вот пробел в соревнованиях всяких, и я решил взять эту программу, студенческую work and travel, называется. Сюда студенты едут и работают. В общем, на лето, как такое, сезонная работа. И я приехал, ну, я приехал с особой целью. Я думал, ну, здесь потренироваться с кем-то, поспарринговать, что-то попробовать, посмотреть, как оно все. Ну, у меня наимное было представление, что я сейчас приду. Что такое спарринговать? Объясни, пожалуйста, нашим азиазитам. Спарринг – это такой бой, ну, без объявления победителя, грубо говоря. Вот просто, ну, и даже тренировочный бой. Как долго? Ну, 3-4 раунда, 5 раундов, 10 раундов – это уже в зависимости от того, от воли тренера и самого боксера. И вот я думал, что я сейчас приду здесь, поспаррингую чуть-чуть, меня, может, там кто-то заметит, и все пойдет. Может, ты профитарьер. То есть, ты вообще хотел изначально стать каким-нибудь чемпионом, скажем так? Ну, конечно, да. Кто не мечтает? Кто не мечтает, конечно. И вот я, в общем, приехал, и мне как-то вот случайно через интернет, в общем, мы нашли Майка Козловского, говорит, посоветовали, говорит, пойди попробуй у него. Ну, я пришел, в общем-то, точнее, меня привезли жена Майка, Олеся, да. Спасибо ей большое за это. Привезли меня в зал и, в общем-то, начали тренироваться. То есть, первый из парнях у меня был Саша Мавушук. Саша, неизвестный, Саша Мавушук. Здесь, ну, в общем-то... Можно я скажу? Да-да-да. Вот я как раз хотел сказать. Ну, вот ты видишь, вот приходит парень из Харьковского университета, занимающегося историей. И приходит парень, ну и что? Когда мама со мной связывалась, она сказала, он призер мира по молодежи. О, призер мира по молодежи. Я, ну, естественно, интернет проверил, точно был такой призер мира по молодежи. То есть, мама не преувеличивала? Да-да, не преувеличивала. А то мама не любит за детей. Призеры мира. Да-да-да-да. И вот когда его привезли, ну, я посмотрел, так, одно дело по молодежи призер мира, другое дело ему уже 20 лет, как оно в деле, потому что бокс очень меняется, когда ты перехожешь во взрослые боксы, когда ты боксируешь по молодежи или по юношам. И как раз Саша в этом и тренировался, я говорю, Саш, надо проверить молодого человека из Украины, твой земляк. И вот Саша по маршруту был в зале, пришли. В первом раунде Саша чуть его не убил. Прямо смысла, чуть просто не убил. Ну, и ты понял, что он перед тобой. Он говорит, никогда, да? Он говорит, никогда такие удары не пропускал в своей жизни, как от Саши. А почему? Потому что Саша был опытный? Саша опытный. Саша, у него другой, он американец, он уже, у него, он выходит, он немножко приехал оттуда, там любительский бокс. А Саша уже такой профессионал, он вышел сразу без всякой разведки, начал, начал. Щеблычку, ты хочешь сказать, что Егор приехал с Украины, где более любительский подход к боксу. Конечно, конечно. А Саша уже здесь пробыл какое-то время, и уже подход профессиональный. Более матерый, матерый же, да, воин такой в Ринде. Но он не тренирован, и Егор выдержал первый раунд, и в втором раунде Саша уже начал подуставать, и Егор уже, все пошло в обратную сторону. И Егор, и я остановил после второго раунда, потому что в третьем раунде Егор мог бы восстановить. Но бой. Я говорю, ну хватит, пожали руки. И тогда я увидел, потому что он действительно пропустил столько ударов и терпел. Скажи, пожалуйста, есть какие-то критерии, по которым ты определяешь, вот этот парень будет боксером, а вот этот парень, пусть он пойдет, я не знаю, в водный бассейн. Это интуиция. Я не знаю. Вот про интуиции, все, посмотрел интуитивно. Скажи, пожалуйста, я могу быть? Вот, ну, ну, вот пример. Я привел здесь назад Формана, вот в зале. Вот эти тренера, которые сейчас ему, вот он уже их знает в зале, они ему сейчас целуют задницу Формана, да, ну, чтобы копейку там лишнюю положить. А 10 лет назад они смеялись. О, этот Russian Style, это Stupid, Coach Stupid, понимаешь? То есть, а я сказал, вот он будет чемпионом мира. У него есть, ну, то есть, везде бывает там, что это бокс случится, но он реально может быть, может быть чемпионом мира. Это случилось. Понимаешь? Поэтому, как это 10 лет назад, кто мне это? Тренера смеялись американцами. Вот у нас есть фотография, 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 номер пятая, да. У нас там симпатичная девочка, Джилл Эмери. Эмери. Вот какая симпатичная девочка. Это первый, первый девочек. Вот если я на нее посмотрю, она была у нас, Джилл была у нас, мы рассказывали о ней, прекрасная девушка, прекрасная история, но все равно, вот я просто к чему, к этому, иллюстрация к нашему с тобой разговору. Вот посмотри на эту девушку, если бы я ее встретил где-нибудь, я не знаю, на вечеринке, я бы подумал, о, какая симпатичная, изящная девушка. Я бы даже представить голову себе не мог, что эта девочка, во-первых, боксер, и во-вторых, она из нее станет ребенком мира, среди профессионалов женщин. Вот ты же должен быть, она тебя тоже нашла, да? Да, да, она начала у меня. Она тренировалась там американского тренера, постоянно все проигрывала. Я увидел ее в спарринге, вижу, человек старается, хочет быть чем-то, или кем-то. Она подходит ко мне в один из них, говорит, я хочу быть как Юрий. Она говорит, я хочу быть как Юрий. Я говорю, слушай, кто такая? Ну я там вот на Голден Гласс уже была в финале. Я говорю, ну вот подумай, вот у тебя есть ночь подумать, просто на другой день мы встречаемся, если ты хочешь быть, попасть на чемпионат мира, потому что тогда планировалось, что впервые среди женщин будет чемпионат мира. Это, это было за год до этого. Потом это и случилось. Если ты хочешь попасть на чемпионат мира, я буду с тобой работать. В итоге она попала на чемпионат мира. И вот следующая фотография, она так и попала на чемпионат мира, ва? Да, и вот она потом собрала все, что, то есть, ну как, если вот, ну, где Егор сейчас тренируется, это, наверное, самый джим номер один мира по боксу. У нее сейчас медали, больше, чем всех вместе боксеров собрать, у них будет меньше, чем у нее одной. То есть она четырехкратная чемпионка Волгоглаз. Она была у нас, ты когда был? Года два назад, да? Да, да, в 2008 году она стала чемпионкой мира среди профессионалов, да, с поясом. Она продолжает выступать? Но уже, этой девочке, кстати, уже 40 лет. 41 будет уже. И чем она сейчас занимается? Она как персональный тренер, но у нее есть, там она пробует себя на телевидении, там сейчас есть варианты, что, как комментарии. Прекрасно, прекрасно. Да, спасибо с фотографией. Скажи, пожалуйста, чтобы сделать чемпиона, что нужно? Его качество, да? Твои качества, да? Должна еще быть какая-то материальная база, должен быть в зал, да? Если вопрос ко мне, то, чтобы избежать чемпиона, мне нужно просто, чтобы у пацана было желание. Опять же, чемпион, это зависит от чемпиона. Секундочку. Пацан, есть желание? Есть. Да, чтобы было желание. А что ты готов, чем ты готов пожертвовать? Да и так уже многим пожертвовал, то есть, я бросил все, грубо говоря, но всю прошлую жизнь, какая была университет, то есть, там, не знаю, семья, мои друзья, да, я все бросил сюда, приехал. То есть, я ради чего, мне, ну, как, я не из-за того, что, знаете, вот некоторые приезжают, Америка, потому что это Америка, вот, потому что вот здесь вот, вот, что-то это. А мне, как, мне не было таких, знаете, ну, никаких представлений, я не хотел приехать сюда, в Америку, потому что это Америка. Я приехал сюда, потому что я здесь с Майком вижу рост, то есть, боксерский, именно поэтому я приехал, то есть, меня больше ничего особо здесь не держит. Кстати, кстати, подожди, я хочу спасибо сказать его тренерам, это заслуженные тренера, Василий Афанасьевич, Бурмак и Иван Дмитриевич Бесмельница. Да, это украинские тренера, которые его вылипили там. Я знаю о том, что сейчас ты живешь у Майка, то есть, я не хочу проводить аналогии. Ну, можно я скажу, он один раз, когда только начал у меня жить, он так, мы что-то разговаривали, он говорит, Майк, что он на меня смотри, как будто я уже завтра вас придам. Ну, смешно, но смешно, а скажи, пожалуйста, как ты думаешь, Юрий Форман, сегодняшний чемпион мира, бывший уже, бывший, да, бывший, он проиграл. Почему он так поступил? Ты можешь его понять? Я не знаю, знаете, как сказали, если деньги и власть дать, наверное, вот дали денег, человек как-то так, наверное, поменялся. Мне бы, я думаю, мне бы, если бы деньги дали, я бы не поменялся, вот власть, наверное, мне давать не надо. Боишься? Неправильно употребишь? За других страшно. А, ну, а вообще, я думаю, наверное, он, я не знаю, ну, да, наверное, деньги поменяли, знаете, и сломался, я думаю, подумал, захотел как легче. Но ведь сейчас ты живешь на копейке, скажем так, без преувеличений, да, правильно? Так же, как и Форман. Живешь с Умайку, ты не можешь снять квартиру, ты не можешь позволить себе, как бы, шикарную жизнь. И вдруг на тебя свалятся десятки, сотни тысяч долларов. Но они свалятся, еще не свалятся, все только предвкушение. Да, все только, да, предвкушение. Да, да, вот куда ты будешь их тратить? Я буду куда-то на вкладывать, я не знаю, хотя это я сейчас так говорю, может, как только мне дадут сразу машины. Тебе хочется большую какую-нибудь итальянскую машину? Ну, я не знаю, что большую, но какую-нибудь такую, как... Маленькую, изящную, мне понравилось. Знаете, наверное, потому что я поработал, я уже знаю, что такое копейка, как этот доллар достается. Я не думаю, что деньги как-то могут... Сколько часов в день ты тренируешься? Ну, как, вот утренняя пробежка занимает около полутора часов с учетом, то есть сам бег, и какие-то там упражнения, подтягивания, отжимания, пресс, и два часа вечерняя, то есть, получается. О, окей, три с лишним часа, ты... Четыре минимум часа. Четыре минимум часа, да. То есть, что тобой двигает? Это тебе просто приятно ощущать свое тело, ощущать свою силу? Или вот этот вот Феррари, который там впереди стоит, а ты к нему бежишь? Или амбиции? Что? Что тобой двигает? Кстати, все по чуть-чуть, но я думаю, вот у каждого боксера, который долго занимается, очень долго занимается, у него нет никакой особой, там, я не знаю, как говорят, я обожаю бокс, и я думаю, это люди врут, они... То есть, я люблю бокс, я там... Я думаю, просто понимаете, бокс это как наркотик, вот, просто его... Если им не заниматься, то чувствуешь, что жизни что-то не хватает, вот, очень сильно. И без этого для спортсмена большого любой спорта, наверное. Да, то есть, и без него никак, вот, я не могу без бокса, все, я не знаю, как это... Хорошо, ты чувствуешь силу в своих руках, да? Ну, конечно, да. У тебя хорошие, большие руки, да, большие мои, а вот, тебе хочется, вот, ты видишь какую-то несправедливость, вот, кто-то кого-то обижает, или кто-то кому-то что-то говорит, у тебя бывает реакция? И себя сдержал, или наоборот, не сдержал. Не, ну, знаете, ситуации разные бывают, поэтому, кто прав, кто виноват, я... Ну, драться тебе приходилось, приходилось? Ну, конечно, к сожалению, я в такой, чтобы не приходилось, больше бы. Ты не любишь жать? Нет, не люблю, в школе не люблю, и дрался очень мало. Очень, ну, когда уже критическая ситуация, тогда вступать некуда. А почему ты попал на исторический факультет? А мне нравилась история, да. Знаете, вот как-то в жизни она накапливается, там где-то, там где-то у меня дедушка был историк, он так любил нам прийти, там, что-то рассказать, чем-нибудь, какую-то интересную историю про римские легионы. И после все это еще подкреплялось, там, и, не знаю, каким-нибудь фильмом, и, там, поиграть в какую-нибудь компьютерную игру на эту тему, и потом, нет, я хочу... Еще про дедушка, адвокат Плевака. Да. Адвокат Плевака? Да. А это про дедушка, да? Да. Все понятно. Так вот, мы говорили о том, что для того, чтобы воспитать, вот я, Михаил, Михаил, хотел воспитать чемпиона, чемпиона, особенно такого ранга, нужна какая-то поддержка. Тебя поддерживает, скажем так, есть какие-то спонсоры? Вот у нас есть фотография сейчас, мы покажем седьмую фотографию, номер семь, да. А там ты, вот, одним из, да, одним из твоих. О, это один, это человек, который меня действительно поддержал, но он один из дневной. Фу, один из многих. Это вот, который в центре обнимал. С миру по нитке, да, Гарри Злотник, это магазин Лимонтик, пусть просят меня за рекламу, но Гарри Злотник, он действительно просто брал, вот так вот и давал мне деньги. Вот просто брал, на соревнования нужно ехать. Форма надел, как раз незадолго за его вот эту... А он любитель спорта, что ли? Он любитель бокса? Он любитель спорта, но он, я думаю, что он как раз вот именно из тех эмигрантов, вот как вот многие вот, которые поддерживают тех, которые пробиваются. Что Америка, вот почему, вот я не могу понять людей, это же как бы достояние. Ну да, мы приезжаем сюда, мы из, ну, оттуда, мы оттуда приехали, мы не американцы. Но если из нас кто-то здесь пробивается, мы видим, он жертвует, он действительно жертвует. Он завтра может вообще ничего не получить, как правило, и не получает. Ему надо помогать, потому что бездари, они сами прорвутся. Вот надо талантливому помогать. Вот он, наверное, увидел мой талант, Гарри Злотник, спасибо ему. Вот эта вот расхожая фраза, что бездари сами прорвутся, что ты много знаешь таких бездарей, которые прорвались? Ну, я немного знаю, я их очень много знаю по Советскому Союзу, потому что я когда-то приехал покорять Москву, из Казахстана, там, из глубинки, из Джамбула. То есть ты все время двигаешься и покоряешься? Я приехал в Москву, я знаю, которые там вот были действительно, ну, как, повезло. Тут много тренеров, которым повезло, тоже в той же Америке, которым ученик попался, такой талантливый ученик, и ты думаешь, вот почему ты именно к нему он попался. А ты берешь ученика, вот выжимаешь его, как с того же Формана, вот так вот выкручиваешь, чтобы вытащить из него результат. Понимаешь, там, не спишь ночами, какое бы упражнение сделать? Как бы сделать, он трус, как бы сделать, чтобы он не боялся, как вот на него надавить, и так же, чтобы его еще не спугнуть. То есть ты все время думаешь о том, как изменить его титул лоу? Вот, кстати, молодым человеком тоже у нас было, тоже был момент такой, вот сейчас, слава богу, он повзаселел. У нас есть одна минута, чтобы ты рассказал, какой? Ну, был момент, что когда вот он делал спальник с тем же черным, это давило на него, там выходит, так ему кажется, что его уже убьют. И вот это нужно было объяснить парню иногда вот именно, как ненормативной лексикой интеллигентному молодому объяснить, что... Как бы ему внушал, что эти мускулы еще ни о чем не говорят, что все в голове, что у тебя, что ты не должен задавать, что ты, и у тебя ты, и ты рост. А что, в боксе голова важна, да? Ну, номер один. У меня, во всяком случае... Поэтому его защищает, да? Поэтому его защищает. Голова номер один, но сердце, потом голова. Если головы нет, тогда я не помогу, я не помогу. Руки на каком месте? Ну, может, для других тренеров руки, но для меня голова. Если головы нет, я не помогу. Что значит голова? Голова, ну, как, как? Я их называю мозги должны работать у боксера. Должен понимать, что он делает? Конечно, но это же тяжело. То есть нужно уметь в стрессовой ситуации владеть собой. То есть это, как говорил небезызвестный Джерзинский, Джерзинский, Эксен Мундович, должно быть кулмайн. Как это? Холодные мозги. Вот это бокс очень важно. А если у тебя они не работают, если ты не умеешь их правильно настроить, они не станут холодными. Ты будешь попадать, тебя будут бить, ты будешь организоваться. И вот такой пункт... Сейчас у нас с тобой будет перерыв, будет реклама. После чего я хочу спросить, а что, как себя тренер держит в руках? Как он себя воспитывает? Это тоже, да. Итак, реклама. Здоровье и красота ваших ног в руках доктора Мираба Боттера. Кларивейм – это новейшая безболезненная технология лечения варикузных вен. Без анестезии. Только в клинике доктора Мираба Боттера все новейшие безоперационные методы. Искусство хирурга. Мираб Боттер. Представленный пианист-виртуоз Денис Мацуев с сольными концертами в Вашингтоне, Бостоне и Сан-Франциско. В программе концерта произведения Шуберта, Бетховена, Листа и Рахманинова. Денис Мацуев – самое яркое событие концертного сезона. Ноги требуют особого отношения. Если Вас замучили косточки, мешают жить мозоли, беспокоят грибок и вросшие ногти, обратитесь в офис специалиста высшей категории – Эмилии Строговой. Доктор Строгова уже более 20 лет специализируется на проблемах диабетической ступни, лечении пяточных шпор и общей хирургии стопы. Серьезные проблемы требует внимания серьезного специалиста. У нас всего две ноги на целую жизнь. Приходите к нам в офис. Мы о них позаботимся. Внимание, Алтрина. Театральные гастроли, концерты, съемки. А это означает перелеты, переезды, тяжелые чемоданы и постоянный стресс. Поэтому я даже не представляю, как я выдержала бы такой тяжелый график работы без Алтрина. Уникальная натуральная добавка, необходимая каждому. Стимулирует работу сердца, мышц и суставов. Тройная формула Алтрина – активный, здоровый образ жизни. У каждого в жизни наступает момент, когда мы теряем близких людей. Именно вне горести и печали вы можете обратиться в новый дом ритуальных услуг Brighton Beach Memorial, где вам окажут искреннюю помощь и поддержку. Мы возьмем на свои плечи обязанности, которые избавят вас в трудный момент от дополнительного стресса. Улыбнитесь! Седьмое чудо света. Так называют родолечебницу Миракл во Флориде. Лечебница Миракл – это диагностика, лечение и профилактика многих заболеваний, а также оздоровление, омоложение и отдых. Будьте здоровы и до скорой встречи, друзья! По вопросам размещения рекламы на Артен, звоните. 1-800-222-27-86, добавочный 213. 1-800-222-27-86, добавочный 213. С вами Борис Тенцер и мы продолжаем программу «Контакт по понедельникам». У нас сегодня Михаил Козловский – это тренер по боксу, тренер чемпионов, и Егор Плевака – чемпион золотых перчаток 2011 года. И разговор, в общем-то, у нас идет, я даже не знаю о чем, о победах, о боксе, о тренерах, об учителях. У нас сегодня разговор о том, как учиться побеждать. Потому что в жизни каждый хочет победить. Для разных целей. Один хочет машину, другой – славу, третий, я не знаю, быть просто здоровым и счастливым человеком. У нас сегодня гости, которые рассказывают, а как побеждать, что для этого надо сделать. Вот, например, Михаил Козловский – тренер, да? Скажи, пожалуйста, важно, чтобы ты в глазах ученика тоже показывал, что ты что-то умеешь делать. Побеждать себя, я не знаю, головой, шевелить. Это больше, чем важно. Для меня больше, чем важно. Почему? Потому что пока еще мне за мою карьеру повезло только с одним талантливым учеником – это Саша Мамашук. А я уже тренер 25 лет. И первый у меня был талантливый ученик, а единственный за всю мою карьеру. Может быть, тогда ты слабый тренер? Но просто вот как раз вот именно мой класс показывает то, что я беру людей, вот так же у меня чемпион России 91-го года. Мальчика считали трусом. Даже его на сборы возил, ему было 19 лет. Да он трус. Ну, 18 лет ему было. Что с ним, что ты на него деньги тратишь? В итоге он стал чемпионом России. Вот именно чемпионом России. Из четырех боев три выиграл нокаутами. И в один час, скорее всего, стал великим. Ну, на российском уровне. Поэтому тренер должен показывать пример. Особенно в моем случае. Я должен показывать, что вот я же от них требовал. Вот тот же вот у меня Юрий Форман. Он трусливый мальчик был, маминкин сынок. Нужно было его ломать. А где твой дух? Он должен был брать с кого-то пример. Что мне приходилось даже в этом зале драться. А вот есть у нас такая фотография номер 9, да? Где ты с Тайсоном? Номер 9, покажите нам, пожалуйста. Есть такая фотография, да? Вот. Это что? Ну, я понимаю, что вы как бы... Это, получается, Тайсон в зале... Ну, находился в нашем зале. Как раз мы с Сашей готовились на чемпионат Америки. Вот ты знаешь вообще, как бы, его биографию, его жизнь? Ну, конечно, я знаю от его близких. Не то, что от него. Я от его близких людей знаю, которые знают его с трехлетнего возраста. Ну, ты вот как тренер, ты как-то, я не знаю, ну, можно сказать, изучал или проникался в этой биографии. Как стал Тайсон Тайсоном? Ну, Тайсон стал Тайсон благодаря коучу-тренеру Каздамата. Каздамата, кстати, это моя, ну, как мой идеал тренера, вот его тренер. И сейчас я не скрываю, это я говорю всем американским тренерам, что я следующий Каздамата в этой стране. Потому что у Каздамата и Тайсон жил, у меня также ученики живут. Скромностью, конечно. Но я в Америке. И, может, мама меня мало била, когда была учительница в школе, что я выскочкой был. Хотя учился вроде на пятерке, но она меня била. Прям в классе. Но она моя была классная руководитель, да. За то, что ты не Яков? За то, что Яков меня на последнюю парту сажает, потом на первую, то в угол ставит там. А я хотел отвечать, ну, почему? А тебе это в жизни мешало? Это мешало в Советском Союзе, немножко мешало. Потому что, когда я был, я был еще, к тому же, еще секретарь комитета комсомола в факультете. А в Израиле, а в Америке это не мешало? А в Израиле не мешало, почему? Потому что в Израиле я, когда приехал, но я Яков, когда я Яков, я приехал в Израиль и сказал себе, забудь, что у тебя были чемпионы России. Сделай, как минимум, чемпиона Израиля. Вот я сделал чемпиона Израиля, прихожу к президенту бокса и говорю, я должен быть старшим тренером страны. Потому что, видишь, вот он я. Так простенько, да? Да, и он меня сделал. И он меня сделал. Понятно. Вот у меня есть фотографии 11 и 12. На начале 11 фотографию. Вот я бы хотел, я пока даже не говорю, о чем она фотография. Вот мы внимательно смотрим. Но это было месяц назад. Но это было, да, это по 7 лет назад было, я был толстым. Вот ты у нас обнаженный такой, я надеюсь, но тебе не понравилось, что у тебя есть животик. Ну как, я каждый год голодаю. Я не то, что не понравилось, надо быть здоровым. Сколько дней ты голодаешь? 10 дней, 11 ночей, по полбрегу. 10 дней, 11 ночей, только дециллирона, да. Ну мне тяжело, я еще работаю, очень тяжело, потому что я работаю. То есть ты продолжаешь работать, тренировать, все продолжать. Поэтому на шестой день у меня уже так было, у меня уже начало голова кружится, я начал, ну может два раза в день или три раза ложечку чайную с медом, меда с водой мешал и выпивал. А на следующую фотографию мы смотрим. Следующая. Да, вот ты похож на это меда, 10 дней, да. Работает? Работаю, я до сих пор. Егор, скажи, пожалуйста. А он всегда видел, да. На тебя это производит впечатление? Нет, конечно, да. Ты бы мог так сделать? Ну, день, я думаю, если бы только на острове не обитаю, он без еды, а все мухное. А так сложно, да? Ну, можно и расскажу, можно историю, когда он только начал нас жить, и моя жена Олеся, мы начали его кормить, да? Ну, он покушал раз, покушал на второй день, опять покушал. Потом она подойдет ко мне, говорит, Миша, мы его не прокормим. И что? Как же вы вышли за новое положение? На новое положение, но немножко на шагу работают. Спасибо, да, да. На шагу немножко работают. Хорошо, мы сейчас попросим, чтобы нам показали номер телефона в студии, куда вы можете позвонить, уважаемые телезрители. И вместе с нами висит такой интересный разговор с Михаилом Козловским, тренером по боксу чемпиона Б и Егор Плевака, чемпион «Золотые перчатки» 2011 года. Кстати, Егор, пожалуйста, это было очень показано. 201-461-1384. Звоните, высказывайте свое мнение. Может, у вас есть свой опыт, как делать чемпионов, как добиваться победы? Мы упустили самое главное, что он получил приз лучшего боксера с этих соревнований «Золотые перчатки». Скажи, пожалуйста, пора, наверное, вот это вот достать. У нас там такая красивая вещица, такая красивая вещица, мы сейчас ее покажем. Это «Золотые перчатки» или что это такое? Это как там написано? А, это да, это специальный приз. The Holt McCalney Championship Award presented to the... Значит, это, скажи, пожалуйста, это индивидуально ему вот актер... Сейчас популярный фильм идет «Lights Out» в Америке. Это очень популярный сериал, да. И вот главный герой, этот Holt, главный герой этого фильма... У нас даже есть его фамилия, есть фотография, 18-ая, да, 18-ая. И он, естественно, все боксеры, потому что фильм о боксе, он на всех этих шоу, и он учредил, он сказал, вот этот парень, это лучший, то, что я вижу за все «Золотые перчатки». А, вот это он, да, вот сейчас на фотографии. Да, 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 да. Он лично пришел и лично вручил Егора, то есть именной, это же именной Егор Придака, да, да, да. «Ты лучший, то, что я видел на «Волонглаз». А его брат, кстати, к сожалению, тоже боксировал на «Волонглаз», но умер, его младший брат. Поэтому он бокс посвящается младшему брату. Он актер, но он звезда сериалов. Он действительно актер, с большим именем не голливудский, а вот именно сериалов. Скажи, пожалуйста, Егор, ты это повезешь, вот сейчас поедешь в Харьков своих родных повидать, ты это повезешь с собой или нет? Я, конечно, бы хотел бы это повезти, но я просто не представляю, как. Мы летим через Казахстан. Поэтому я, наверное, все-таки оставлю здесь майкой, это уже будет как история. А ты можешь здесь оставить, наверное, наверное. Можно здесь, да. Он потом, когда в следующий раз повезет, в следующий раз повезет. Понятно. Скажи, пожалуйста, Михаил, а что такое «Золотые перчатки», «Голденглаз»? Что это такое? Ну, вообще, вот немножко вот ментарно. «Голденглаз» — это самое, то, что есть, один из самых престижных вообще соревнований в Америке. По боксу? По боксу, да, по боксу, да. Это как бы твой уже, как называется, трейдмарк, как это, твоя уже торговая марка. Вот для боксера. Он вылил «Голденглаз», за ним это уже всю жизнь идет. В Америке есть «Золотые перчатки» и есть «Олимпийские игры». Тут нет, ну, не чемпионат мира, мало кого, ну, не чемпионат в Европе. Но вот ты чемпион «Золотых перчаток», ты уже, да, ты чемпион, ну, по любителям. Да, у нас есть… Ты чемпион «Олимпийских игр», ты чемпион. Вот так вот, вот такая… Я хотел бы, прежде чем у нас уже есть звонки, люди ждут, но я бы хотел маленький видеофрагмент показать сейчас. У нас есть несколько фрагментов. Вот первый – это как раз начало соревнований. Это «Вер бой в Америке» и сразу с чемпионом Америки прошлого года, с лучшим боксером он сразу попал. Да, пожалуйста, первый эпизод видео покажите. Это объявляют, да? Это объявляют, да. Это у нас был четвертьюнальный бой. И Егор попал на самого лучшего, то, что вообще есть на этих сценариях. По жеребьевке, да. По жеребьевке, да, такой слышишь. На этого Мормана. Это действительно… Это он, да? Да, здоровый, взрослый. Если такого увидишь, что… Чемпион «Олимпийских игроков» Он уверен, он уверен, он вышел, да, он уверен, он вышел, что молодого этого мальчика он разберется, да. Вот он заходит, ну, по нему видно, что он вышел на победу, только. Его у нас немножко еще пострадали. Да, он так. Немножко пострадали. Мне кажется, да, он так как-то справился. Немножко пострадал. Немножко пострадал. Немножко пострадал. Егор, скажи, пожалуйста, было немножко страшно? Не, страшно в любом бою всегда, знаете, а в этом как-то… А вообще в любом бою чуть-чуть страшно, да? Во всех боях, всеми боями. Во многим бояться. Да, то есть… Серьезно, да? Страха соперника особого нет. У всех самосохранения, это же нормально. Есть страх проиграть. Страх проиграть, он есть всегда. А, проиграть. Но не то, что получить сейчас там удар, упасть, там еще что-нибудь. Особо такого нет. Страх проиграть, он присутствует. Ну, не знаю, у меня, по крайней мере. У меня проиграть все хуже, чем… Я думал… Страх проиграть. Страх проиграть. Лучше выйти по коленам в крови, но выиграть. Хорошо. Александр, город Нью-Йорк. Здравствуйте, Александр, вы с нами в студии. Здравствуйте. У меня вопрос к Михаилу Козловскому. Я хотел узнать, где школа мы расположены. Михаил Козловский, да. Хорошо, спасибо. У меня самое простое… Долго объяснять, если вы зайдете на мой сайт www.boxingcoachmike.com, там все написано. Вообще, я тренирую в Глисон-джиме. И Нью-Йорк там тренируется. Это Глисон-джим, даунтаун, Бруклин. Еще раз, твой сайт – это… www.boxingcoachmike.ru Понятно. .com, 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 .com. У меня две версии. На русском языке и на английском. Понятно. Скажи, пожалуйста, вот ты ищешь людей или вот так с самотеком появляются какие-то люди из Харькова, из Ещетки? Я жадный, я жадный на людей. Сейчас, кстати, вот особенно после вот этих Golden Glass, столько имейлов приходят из Армении, Азербайджан, Казахстан, Россия, Майкл. Оттуда, да? Да-да-да-да. И отсюда звонят, отсюда звонят. Вот я хочу тренироваться, вот там это. Сейчас мне тяжело, потому что я, к сожалению, еще должен работать, чтобы платить биллы. И работаю только с шести в зале до девяти. И вот я буду нескромный. Вот за эти два часа я уже столько наштаповал чемпиона в этой стране, что дай мне весь день, как Архимеду, дайте точку опоры, я переверну землю. Вот мне этого не хватает. Вот дай бог, что сейчас у меня пойдут. Вот они, то есть меня Форман отодвинул на пять лет назад. Ну вот его предательство. Давай так разберемся. Ты предполагал, что подготовив Формана, ты начнешь получать какие-то гонорары, проценты от его победы. Конечно. Это как беззаконно. Я знаю, вот на очень хорошо знакомых чемпионами теннисных турниров, например, открытые чемпионаты здесь, в Нью-Йорке. Они, тренеры получают, вот этот миллион зарабатывает там или там пять миллионов. Они получают свои деньги. То есть ты надеялся, что эти деньги позволят тебе оставить эту вторую работу, как бы скажем так, и заниматься только боссом. Конечно. И бесплатно тренировать учеников, да. Бесплатно. Очень интересно ты так говоришь. Почему? Потому что… Вы все бессребенники. Егор говорит о том, что ему не нужен Феррари. Ну, 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 ну. А ты говоришь… Как я могу, вот какие деньги у него сейчас, какие он мне дадут деньги? Вот я его сейчас тренирую бесплатно. Я в него сейчас закладываю то, что он может быть… Вот он… У него больше шансов, чем у Формула, стать чемпионом мира. У него, как… В десять раз больше шансов стать великим, чем у Формула. Это я говорю уже как специалист, понимаешь? А вот на Украине что, рождаются чемпионы? Вот всякие… Ну, это дело не в Украине. И так далее. Но дело, дело не в Украине. Дело в том, что вот он говорит, вот ему говорит там, воля божья. Они везде есть. Чемпионы они есть везде. Другое дело, надо их увидеть. Потому что в нем, вот что мне приятно, в Украине в нем не видели три чемпиона большого. Он это знает. В нем не видели большого будущего. Это там даже на интернете можно найти. И я вижу в нем большого чемпиона. Я не знаю откуда это внутри. Время покажет. Я говорю, пять-семь лет отсюда, если дай бог все будет, как я вижу, это будет суперзвезда. Суперзвезда. Да, ну давайте посмотрим еще один маленький видеоэпизод, где Егор продолжает бороться, да? Боксировать. Боксировать. Боксировать, да. И бороться. Ну тут Егор уже разошелся. Он первый ранг немножко так, это уже у нас, это уже начал контролировать ситуацию. Да. И уже, ну как я видел, что мы выиграем бой. И тот немножко Егора, я думаю, тоже не поценил. Это тоже хорошо, это работает. А в какой момент ты почувствовал, что ты победишь? Во втором раун. Не знаю, я по лицу соперника как-то увидел. Он начал наклоняться, ну видно он уже там начал. И у тебя появляется ощущение, что все, все идет нормально. Да, есть такое. Это не бывает обманчиво? Не знаю, ни разу никогда не видел. Не, один раз сбери как-то бой у меня, что действительно я, в общем-то, думал, что выиграю, а в общем-то там не особо выиграл. Не, но я его выиграл таки чуть-чуть, все равно. Руку подняли мне. Но не все так было, как я думал. Не все так хорошо. Хорошо. Проходит. Да. У нас Ирина Бостон. Здравствуйте, Ирина. Вы с нами в студии. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Простите, пожалуйста, я очень пожилой человек, никакого отношения не имею к вашей передаче. А я думал, вы хотите в бокс узнать, где обманываться. Да, мне точно. Знаете, я хочу спросить, этот молодой человек имеет какое-то отношение к плеваку знаменитому? Да. Да. Ну, пожалуйста, вот он сейчас вам ответит сам. Пожалуйста. Есть моя, в общем, тетя, она тоже историк. И, в общем-то, да, действительно наша ветка, вот именно моя ветка, плевак и действительно имеет отношение к великому адвокату. То есть он один из твоих родственников? Ну, да. Дерево, дерево. Вот мне очень нравится, что обычно люди, это мой родственник, там, когда делают знаменитости, а ты так как бы осторожно, да, имей, да, ну так скромно. Вот если бы это Михаил говорил, он бы сказал, я имею. Ну почему у меня Иван Семенович Козловский? Да. Иван Семенович Козловский тоже ветка. Это родственник? Конечно, я же молчу. Слушайте, у вас прямо, ну ты молчишь. Я молчу, я молчу. А потому что... Я же не певец. Потому что он не боксер. Если бы он был боксер, вот тогда бы ты. Но сначала, вот я Егору тоже сказал, это классно, что есть ветка. Вот ты себя показываешь, ставишь на уровне, я еще не великий тренер. Вот когда я, дай бог, стану великим тренером, когда у меня мое имя будет уже на мировом уровне, тогда я скажу. Так же и он. Ты станешь великим, ты скажешь, это мой родственник. Тогда это будет весами. Тогда уже будет он важнее, чем привакажа. И дай бог, так и должно быть. Последующий должен быть лучше предыдущего. Вот чем мне понравился Володя Кличко, вот это просто, это уникальный был случай, когда с Сашей его знакомил Машуком. И я говорю, вот Саша украинец тоже, он может быть талантливый парень, он может быть стать даже лучше, чем ты. Володя вот так стоит, а он говорит, так и должно быть. Он же за нами идет. Красиво, да? Так и должно быть. Он не сказал, ай-яй-яй, но он за нами идет, он должен быть лучше. Тебе понравилась эта фраза? Это, я считаю, это хорошая философия. Это очень, это для 30-летнего парня, это очень взрослая фраза сказать так. У нас, я бы хотел, чтобы мы все время говорим, тренер-чемпионом, тренер-чемпионом. У нас есть, например, вот 14 фотография, Хуан Роман. Это, покажите, пожалуйста, 14 фотография, Хуан Роман, да? У нас. И это тоже чемпион, который… И он тоже жил у меня дома. И тоже… Жил у меня дома на несколько месяцев тоже. Понятно. Было такое время. Да, что-то у нас там заминка с… А, вот он планчик. Хуан Роман. Кстати, он повторил историю формы на десятилетнюю. Он прошлую субботу выиграл бронзовую медаль на национальном чемпионате Америки золотые перчатки. Да, это он… Вот тренерская работа. День лет спустя я опять заработал такую же медаль. То есть, вот как меня отодвинуло. Вот так вот нужно было двигаться, чтобы опять прийти к субботу. Хорошо, а ты видишь его перспективу в дальнейшем? Его перспективу тоже я вижу. Я ему сказал, он жил у меня дома. Но это было еще три года назад. Слушай, у тебя там не дома, а прямо когда? Ну, это… И я его выкинул, потому что он не тренировался как нужно. Работу не мог найти. Я сказал, мне уже второй формул не нужен. Я не могу тебе платить, у меня дети есть. У меня денег просто нету. Я его вынул. Я говорю, ты очень талантливый. Ты на боксе можешь стать миллионером и большой звездой. Но ты должен действительно пахать на сто процентов. Два года прошло. Год назад он вернулся. И сейчас повыиграл все, что можно. Просто он всех просто… А что произошло? Он начал работать больше. Он приходит ко мне, говорит, Майкл, я нашел работу. Я буду платить. Я говорю, ты будешь платить мне? Вот единственный из моих учеников он мне платит. Я ему только, когда он выиграл золотые перчатки, я говорю, все, больше ты мне не платишь. Ну, потому что сейчас профессионалы начнутся. Я говорю, ты будешь платить по полной программе. Потому что ты два года целых потерял. Извини меня. И он вернулся именно к тебе. Вернулся и готов платить тебе. Да. И платил. И вот платил до апреля. Пока не выиграл. То есть увидел, что именно ты. Вот видишь, в этот раз уже не ты говоришь я, а я говорю ты. Понятно. Еще у нас есть пятнадцатый снимок. Это Камиль Абдулжанов. Камиль Абдулжанов. Это тоже чемпион. То есть вот сейчас… Это вообще интересная история этого мальчика. Он приехал сюда учиться. Ну, как у него папа. У него папа так и оплал с деньгами. Он оплачивает ему учебу, чтобы… Он из Одессы. Чтобы он вернулся и подхватил его в бизнес у него. Ну, там бизнес. И он пришел к Богу и говорит, что папе не говорите. Я думал, что папа хотел, чтобы он был… Умел боксировать для бизнеса. Папа у него там… Даже нужно какое-то звание. Папа у него очень… Такой интеллигентный человек. Понятно. И он… Чтобы папа не знал. И он выиграл шесть боев на этом турнире. И стал чемпионом. То есть мальчик из интеллигентной семьи. Да. И стал чемпионом. Сейчас папе скажет, что я чемпион. У тебя действительно, получается, интеллигенты. Егор историк. Этот парень учится. Камиль… В университете здесь учится. В университете здесь учится. В университете здесь тоже учится. Хуан. Хуан. Его выгнали из колледжа. Он доспор выплачивает. Скажи, пожалуйста. Ну, вот мы уже с тобой говорили о необходимости головы. И вообще, образование. Как ты считаешь, должен быть боксер образованным человеком? С каким-то образованием? Надо заканчивать что-нибудь? Ну, он не должен быть образованным. Просто… Можно проще сказать. Оно есть… Уже мы… В Америке мы должны уже понять. Образование, оно еще не делает человека. Ну, оно не делает личность, образование. Просто если человек, он родился уже образованным. Ну, это немножко такая философская фраза. Он родился. Он впитывает все в себя. Вот если пообщаться с Тайсоном, он не закончил даже школу. Но у него колоссальная память. Он помнит. Правда, вы из области бокса. Так он… Но… Я еще одну такую историю скажу. Мой друг с ним общался и говорит, слушай, он Троцкого знает. Я его спрашиваю, откуда ты про Троцкого знаешь? Он говорит, да я в тюрьме это читал. То есть у него память. Он все помнит. Он про… Интересно, что он в тюрьме читал о Троцкого. Да, это интересно, да. Но он… Тайсон говорит, я в тюрьме про него читал. Он знает про Троцкого, как его убили, как его Сталин этим… Это Тайсон сказал человеку. Ну, то есть он же это не выдумает. Тайсон точно это не выдумает. Правильно? Поэтому… Или ты родился таким и тренер должен видеть, да, вот это… То есть он потянет, у него голова работает. Так я знаю, что если бы Тайсон учился в университете, он бы тоже закончил, может быть, как минимум в десятке лучших. Потому что… Хорошо, тогда у меня такой вопрос. А много… Вот ты видишь вокруг себя боксеров, видишь людей, которые достигают каких-то титулов, добиваются своих результатов. Много ли из них людей, вот как ты говоришь, умных, интеллектуальных? Ну, есть. Вот у меня друг, вот он его знает, мой близкий друг как мне, как старший брат. Многие его знают, Серик Конакбаев. Он в парламенте Казахстана. Он просто умница. У него вообще математический склад ума. Потому что его папа в Казахстане сейчас по его папе изучают математику. По учебнику его отца. Да, 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 да. По учебникам его отца. Вот это Конакбаев, это один из великих боксеров был. Любителей. Я помню просто в юности, когда я там выбирал какие-то спортивные направления. Штангой я занимался, сплаванием и так далее. И была мысль, может быть, боксом. Мне говорили, ой, голову, мозги тебя там побьют, нос разрушат, еще что-нибудь. Это проблема. Моей маме то же самое говорили. И вот она похоронила двух сыновей, которые младше меня, моих младших братьев. Одного там с наркотиками, другого еще в 80-х годах там Анаша в Джамбуле. Вот другого не дал, потому что пьяница там по тюрьмам, да по ссылкам. А вот я спортсмен, который боксом занимался, я может и свободно были на трех языках. Сейчас учу испанский. Я закончил... У меня, может, две четверки не хватило, чтобы с красным дипломом закончить институт. Две четверки я не захотел просто пересдавать. Можно было сделать с красным дипломом, просто для прикола. И я не напрягался с учебой. То есть это не спорт. Если тебе дано, оно дано. Егор, а как с твоим красным дипломом? Не, ну красного не выйдет. Но почему выйдет? Как и станет чемпионат мира. Подожди, дай человек сказать. Мы же не на ринге. Я хорошист в университете. У меня сильно много четверок просто. Я хорошо учусь, но знаете, иногда некоторые предметы... Ну вот ты вот сейчас взял академический отпуск, так? Да. И ты вообще намерен вернуться или перевезти сюда, учиться? Какие-то у тебя планы продолжения образования есть? Или в начале чемпионский титул, на Феррари ты приезжаешь в университет? Сейчас я как-то только о боксе думаю в этом плане. В плане будущего. То есть ты не видишь необходимости? Не, я вижу, просто понимаете, это как целый кусок моей жизни, который я вот просто так оставлю, там брошу, он там будет где-то валяться, пылится. Не, надо все-таки его закончить. Но я думаю, это появится время, не знаю, через годик-два может быть. Я надеюсь, что оно появится когда-нибудь такое в выходной, как говорится. И я смогу все-таки это добить уже горе пополам, пусть не с красным дипломом, но хотя бы что у меня бакалавр уже был. Я не зря все это затеял, как говорится. Конечно, конечно. И у нас есть еще одна фотография, где вся команда, шестнадцатая фотография, шестнадцатый номер, команда чемпионов, потому что мы все время говорим чемпионы, чемпионы, а сейчас мы этих чемпионов видим. Win or die. Win or die, это мой трейдмарк. Моя дороговая марка. Это первое... Победи или умри. Игратели умри, да. Мне уже, как говорится, добрые люди доложили, что за последние двадцать пять лет ни у одного тренера за всю восемьдесят четвертую летнюю историю золотых перчаток не было, чтобы четыре человека были в финале и три стали чемпионами. Мне приятно это слышать, мне повезло. Скажи, пожалуйста. Лучшим тренером Нью-Йорка. Я могу спросить тебя, сколько тебе лет? Мне в этом году будет пятьдесят лет, это мне подарок. Ты чувствуешь себя пятидесятилетним? Ну, я чувствую себя реально тридцатилетним, реально я чувствую себя, даже не сорокалетним. Ну, мне дают сорок лет, но сейчас на тебе я немножко без макияжа, да. Но я чувствую себя тридцатилетним. Кстати... Это благодаря спорту, благодаря тем, что ты вместе с молодыми... Ну, это благодаря только мне. У нас еще есть одна минута, посмотреть видео, пожалуйста, последний. Последнее видео, последний фрамин. Покажите, пожалуйста. Я понимаю так, что соперник твой немножко уверен, что он победил. Вот так он себя чувствует, вот так он руку взял, вот так как бы чемпионский он себя ощущает. А ты? Ощущаешь, что ты победил? Я ощущал, но, знаете, у нас в Украине такого нет, никто так не поднимает. У нас как-то так культура немного бокса другая, поэтому мы так скромненько стоим, ждем. Скромненько стоим. Опа! И все, и скромненько побеждаем. Да, господа боксеры, я хочу вам сказать большое спасибо. Вам спасибо. Спасибо за то, что вы сегодня в студии. Я понимаю, что… Спасибо, RTN. RTN. Я понимаю, что у вас впереди много еще боев и многое надо достигнуть. Только начало сейчас. Это только начало. Поэтому я желаю, прежде всего тренеру, можно? Я пожелаю, прежде всего тренеру, чтобы ты всегда в своих учениках не разочаровывался. Спасибо. Чтобы всегда это было то, что ты ожидаешь. Ну, а тебе, Егор, продолжай. Когда, пожалуйста, когда ты станешь в своем весе чемпионом мира, я жду тебя здесь, в студии. Спасибо. И мы поговорим о том, как все-таки надо уметь побеждать. Спасибо. Спасибо. Крепкие руки у вас, ребята. И вас, уважаемые телезрители, я благодарен вам за то, что это час вы провели с передачей «Контакт по понедельникам», которую от вас вел Борис Стенсер. До новых встреч по понедельникам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Хаба Настера Парчхина. Контакт по понедельникам. Редактор субтитров А.Кулак Пола-класс. Продолжение следует...